вот друзья здравствуйте на таком на таком хозяйстве люди путешествуют до мотоцикл honda magna 750 это вот ваши шмотки тут она получается у меня основной герма мешок вот с таким мешком вообще я приехал в америку но когда начал уже обзавелся мотоциклом пришлось добавить еще три элемента кафры для того чтобы увеличить количество увеличилось количество вещей за счет необходимых каких-то запчастей дождевиков там и все так как вы доставили мотоцикл соединенные штаты маями нецелесообразно схитрил схитрил в америке дешевле но у меня изначально был план действий перемещения на велосипеде и когда приехал я в америке понял что я могу заработать пусть не совсем как бы легально по отношению здесь законодательству америке ну вот я устроился за кэш и вот в итоге я майами заработал за два с половиной месяца мотоцикл и деньги на путешествие а почему мотоцикл взял мотоцикл за 1800 он 96 года вот 200 долларов не обошлось оформление и вот я на нем как бы проехал такое же не что резина новая это я все купил уже часто меня потому что готовлюсь к аргентине и я сегодня еду в л.э. и через четыре дня я еду уже в мексику а я сняюсь ночью видите вы где каучсерфинг так же вот сейчас я два месяца жил у баптистов сакраменто мой подписчик не предложил у них пожить и я вот как бы но вас не пытались обратить там баптизим но они как бы рассказывали про преимущества до преимущества взрыва это но я люблю посягать эту жизнь и люблю изучать я даже когда-то был то есть покажем татуировку рассказывать рассказал в храме и медитировал в таиланде на самуи тоже как-то не пошел ко мне буддизм так так что я как-то мне своя религия понял понял по себе понял так ну что же и вот на таком мотоцикле я собираюсь а вот как сообщением но допустим здесь вы как-то по-английски а вот в аргентине как вы будете общаться вообще вся центральная южная америка так как испаноговорящие буду как-нибудь на ломаном английском то что у меня даже английскими совсем хороший так буду пытаться изучу может быть и постигну у вас тут нет каких-то блогерских не знаю при бабахов тут но у меня так как я снимаю все на к sony mini да у меня есть крепление на шлем и есть специально вот этой же коры до этой камеры я могу прикрепить это сейчас я это не делаю потому что уже как бы не знаю мой опыт и может быть моя какая-то дерзость я снимаю обычно одной рукой просто достаю камеру с кармана занимаюсь что мне надо виды на крайний случай максимум беру ее в рот снимаю что-то еще надо чтобы такой элемент где мне надо две руки и вот принципе достаточно этого чтобы опитаетесь чем значит у меня есть и да это как раз кафа занимает вот это едой купил такой сам простой чехол но я работал на доставке и поэтому мне было необходимо у меня я покупаю такие элементарные вещи как консервы какие-то у вас ножек есть да естественно ножик у меня есть самое главное это огонь то есть это газовая горелка туристическая и соответственно туристическая горелка но это баллон газа который засуда я учуя и морозил и естественно чашка нам в которой все происходит на 750 фронтовая да 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 и и достаточно вот ну раньше конечно там хотелось и тут супной набор там для супного супных сковородка сейчас понял что это все бесполезно и не нужно это лишнее место время и масса поэтому вот у кауты вот всякие пюре быстрого приготовления но это так чтобы быстро перекусить а так как бы естественно комплект всяких макарон риса гречку которую я покупаю в русских магазинах всегда можно найти и вот так у вас там флаг какой-то советской республики у меня в беларуси сам беларуси и мой дом находится беларуси живут мои родители да и естественно флаг россии так как я сам гражданин россии так а что в беларуси до сих пор такой флаг вот 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 такой какой-то советский очень я не знаю я думал это еще советских времен мнения нет это это современный до современного я понял понял я не ожидал вот друзья мы с максом прибыли на клубничную поляну это не та клубничка знаете как многие себе понимают клубничку это чистая ягода и нефиг мор моржан just привет пока вы здоров да да волонтер это это наверное волонтеры да если они не собирают себе в корзиночку то это волонтеры которые просто работают а те которые в корзиночку вот те дочь как мы корзиночка стоит трешку в магазине корзиночка стоит больше так что вот мы тут будем здесь на собирать и получается потом ему заплатить 3 доллара новый за корзиночку здесь сидишь кушаешь да да это все твои круто да тут еще а смотрите-ка что они посадили я думаю это тыква да вот это вот это похоже на тыквы желтый с желтыми цветами а там еще чего-нибудь здесь и арбузы бывали и дыньки да можно но тут вообще много свежатинки то есть тут и и морковочка и укропчик и там не значащие люди там цветы кстати тут очень хорошие цветы ведь она цветет все от клубника она здесь будет до октября у них сезон а потом еще после октября до весны тоже можно прийти пособирать и даже денег не берут но когда не сезон то там уже дожди начинаются и она немножко не того вкуса то есть как сказать воды много вот красненькая так водички не желаете они так будем с микробами до набираться так как она калифорнийская это с бабушки в радиусе может быть километров там 15 от этого места выращивать 60 процентов все американской клубники это все да ну как конечно чё же круто у нас тут вот хотя она еще и цветет пойдем может быть чуть подальше дело в том что чем ближе мы к входу тем более она ободранная вот тем более сегодня воскресенье вчера вчера еще народ ходил и сегодня с утра могли в томах могли в 9 прийти в 10 сейчас у нас наверно в районе часа дня вот красиво так давайте красивую такой раз целиком можно можно жить друзья можно жить друзья я сейчас для вас съем вот эту клубничку вот эту так она как-то на меня смотрел из грядки я вот ее сейчас для вас съем немытую жизнь прекрасно жизнь может быть удалось вот друзья корзиночка светланы много мы сегодня не стали чё нам обжираться правильно с гостями ну что друзья мы с нашим блогером мотоциклистом максом движемся тут вдоль береговой линии он убежал куда-то не зная что нам удастся запарковаться вот вы видите с паркингом плохо но мы говорим ладно иди там поснимай а мы пока тут постоим и он он побежал а у нас тут же перед носом выехала машинка мы встали на ее место да вот его видно там он вдалеке но ведь он бегом бегом думая что у нас времени нету а у нас есть света как ты вот как ты смотришь на такой вид путешествий как мотоцикл все-таки это люди отчаянные а он еще через весь мир ты представляешь то есть у него были да у него были моменты тяжелые вот он купил мотоцикл в майами да да но что тогда он снимает на камеру рассказывать значит макс купил мотоцикл в майами мы не разменемся да вот он бежит и он не знает он не знает что мы там не стоим бак да и вот он проехал из майами до нас и сейчас поедет в лос-анджелес потом в мексику в общем много много впереди приключений нам удалось запарковаться как не достать свет это большой самолет какая модель ты чё тоже а есть там серфера здесь вот тут троица какая-то да они здесь они здесь через забор стягают да ты знаешь что и что интересно свет сегодня на воде людей почти нет а вот так а так в целом людей очень много не ну помилуйте это небольшая это небольшая нет на этой волне не покататься а вон там подальше там лягушатник и там занятия проводят школы там волны такие совсем маленькие да друзья не видать серферов то не видать но надо сказать что и волны особо и нету да он да а волны то нету ну да да они тут все в соцсетях на подписных листах как волна тут же сигнал все прибегают да нам сегодня на серферов не повезло но не столько нам сколько максу почему-то и в другой момент можем поснимать взрослые мужики серьезные сидят у них еще не знаю видно вам или нет у них лица намазаны кремом чтобы не сгореть на солнышке макс а ты видишь у них лица кремом намазана да 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 там еще и детишки ой с родни мотоциклистам тоже рискуют да друзья сегодня парковочная фея на нашей стороне вы видите мне удалось запарковаться на пирсе в санта кросс какое-то столпотворение сказочное невероятное я сбросил светлану и нашего гостя там в начале этого пути чтобы они могли пойти поснимать вот но мне удалось запарковаться поэтому я сейчас пойду им навстречу вот они собственно уже и идут на сказать что сколько бы камер не было у человека вот у меня там на штук 6 вот столько можно забыть и не взять с собой поэтому я сейчас снимаю на gopro которая была у меня в машине вот а вы видите пляж на котором невероятное скопление людей просто такого я не в не припомню в долине такая жара что вот массово народ двинулся к океану вот люди закусывают так тут нас максим делится мыслями о том что в америке заработать легче и по крайней мере поверить себя ты можешь заработать на что у меня были неудачные эксперименты беларуси с разными бизнесами да и больше не хочешь не пытайся что не делай что каждый год они просто падали падали и закрывались а в америку я приехал и уверил себя что я могу заработать нет но одно дело заработать другое дело бизнес когда ты должен и но как бы не просто там числе отработать и деньги получить все надо да да но например в америке я бы если занимался чем-то и оставался то я бы рассчитал на именно свой бизнес так сейчас мы зайдем друзья сейчас мы зайдем с другой стороны и посмотрим на морского льва но вы помните у нас камера значит фиксированным фокусным расстоянием мы не можем ничего сделать не можем на его навести хороший да так наверно здесь их больше ну ка смотрим сюда чет я не вижу больше людей тут больше а москевов нет удивительно сток народу и хоть бы один морской лев это просто какой-то обман оптический а в воде есть в водичке да 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 то мексика потом чего потом гватемала так гондурас и пошли там эти страны доезжают до панамы там у меня проблема потому что заканчивается дорога нету 70 километров соединяющие давайте континента на центральную и южную америку а как что люди ездят надо плыть на паром и по лодке но как бы вроде как же там нет и есть же земля там просто земля есть просто не дорог там джунгель непроходимый джунгель вроде бы кто-то какие-то путешественники все же прошли там вроде бы 70 километров но там еще банды всякие о ее моей вообще помимо того что там именно джунгли дикий джунгли там еще должна какая планета у нас все неизведанную просто да просто супер и мне добраться до колумбии и мне надо теперь предполагаемой до колумбии это на найти какую-то лодку и это еще пока вопрос сколько будет это стоить подождите с мотоциклом что будет переплываю вместе с ним то есть поэтому если я за человека там обычно платит 100 долларов вот сколько за меня возьму за мотоцикл там может быть от 500 до 1000 долларов только перебраться так может проще продать там купить нет там потому что панама она сама страна бедная и если продавать это мотоцикл то это чили или аргентина более богатые страны тогда я смогу учитывая так как моя тактика мотоцикл не такой уж дорогой то получается я его всегда смогу за тысячу продать а если вот как многие путешественники покупают нам за пять шесть-десять мотоцикла то его уже в дальнейшем там уже не продажа таких то есть там у людей нет таких денег просто одну аргентина богатая страна как и чили но все же легализовать его так как вот например мой он американских номерах практически невозможно а с визами вы как поступаете как я гражданин российской федерации к сожалению хоть и у меня есть на жительство белорусов но к сожалению для белорусов батька не хочет пускать многие страны и не подписаны у них и поэтому много стран белорусам запрещены но так как у меня есть гражданство российская так вся безвизовая страна это центральная и южная америка они себе извизовую все в америку все-таки пришлось в южную в нашу цель северную америка да мне надо было сделать визу в мексику мне надо как бы делать и визу электронно но если у меня есть американская то безвизова удобно да есть только одна страна в южной америки что-то там связано с францией ну какая-то колония могу ошибаться там нужны шенген если у тебя есть паспорте то тоже безвиза то есть колония какой-то из европейских да 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 а все остальное часть получается разрешено потом меня в в дальнейшем добраться или до аргентины или до чили так перебраться в австралию или в африку вопрос такой ну так как я себя на путешествие я уже от парижа до пекина доехал автостопом и доехал от майами до калифорнии пересек два континента от парижа до пекина ну или наоборот то есть как бы как как скажет я получается несколько дел кругов по европе потом я проехал получается от москвы когда вернулся уже с европы поехал в китае проехал весь китай спустился на вьетнам лаос это не было единым таким актом это в несколько заходов ну сейчас на данный момент у меня получается был промежуток где короче за два года я пять месяцев находился дом это все потому что ожидание виз или перелетов дешевого перелета в америку то есть за последний но хорошо но цель какая то вот вы постелать кругосветное путешествие это я понял но вот вы его сделали и потом куда-то вернуть куда-то вернулись но так как у меня беларуси есть дом да и вид на жительство еще естественно как бы дом считается вроде как белоруссия да но я ищу страну в которой бы я бы хотел бы остаться жить и развиваться потому что в беларуси пока на данный момент я не вижу своего роста то есть можно развиваться нет да а хочется расти хочется что-то посягать что-то новое хочется изучать там я не могу это делать но это опять же может быть мой разум он был закрыт и я был настроен на такой образ жизни я хочу сейчас что-то поменять и путешествие как раз таки дает раскрытие возможности расширения новой как в горе от ума говорит когда же постранствуешь воротишься домой и дым отечества нам сладок и приятен да да если ты можешь пересмотреть и придумать какие-то новые идеи которые уже можешь воплощать поэтому конечно вдохновение которое возможно я получу за путешествие и в любом случае я уже изменился я это возможно перенесу и попробую отразить это все уже на экономике на бизнесе а вас ждет какая-нибудь красавица к сожалению красавицы не готовы ждать так долго так как у меня нету даже обратного билета назад и я не знаю когда я приеду домой поэтому последняя красавица которая была у меня она у вас же блок там люди в а там нет там красавец который приезжает я буду ждать но может быть они есть но вопрос в том что я понимаю что есть расстояние и опять же когда я вернусь это будет уже другой вопрос а вот таких красавицы которые бы сказали а давай я заброшу и приеду к тебе к сожалению таких ну я двух мотоциклах ты лучше но знаете сейчас я даже размещаю на некоторых сайтах есть такие ау вб вольные путешественники или там бродяга тарахман могу ошибаться как называется ищу попутчика точнее попутчицу то есть я готов посадить девушку которая меня устроит визуально и по интересам каким-то да но это можно переписки скажем пути я это еще ни разу не делал я и готов посадить нас на заднее сиденье мотоцикл и поехать вместе с ней а тогда ехать тяжелее сидели тут сидит в принципе большого нет но зато морально ты не один и и уже надо разговаривать с камерой по крайней мере это такой фактор вот и если я найду попутчика но уже только с условием что он будет на своем мотоцикле но проблема в том что эти попутчиков надо еще с ними сработаться дорожно и у каждого свой вот я очень энергичный человек и не все могут со мной житься мне надо туда мне надо сюда и я там стою у меня там но я сколько раз ездил тоже европу тоже беларусь у россию объезжал на мотоцикле уже не раз и получалось теми людьми с которым я путешествовал естественно всегда ты или тормозишь подстроиться можно главное чтобы был человек нормально чтобы был интересен кто да я бы хотел найти возможно я найду но я на этот расчет не беру больших надежды планов потому что когда я путешествовал по россии я не нашел попутчицу или попутчика то есть у меня были маленькие места где я там путешествовал с ними два три дня а как вы свои видео вывешиваете же интернет нужен какой-то да и здесь я купил симку так как я зарабатывал деньги и плане того что я работал на лифте на убери мне нужен был в любом случае все время онлайн и на доставке еды у меня тоже был интернет получается я платил 65 долларов у нас компьютер это делать нет у меня всего лишь из моей электроники есть вот два две вещи это камера и мой samsung телефон и я просто ставлю на лифте убери вы просто под чем-то именем или нет лифт я под своим аккаунтом но пацаны social security другой корпорации то есть есть ребята которые типа якобы там дают нам это сошла я даже не знаю что заслужил вот я не знаю как это еще отразится на мне потому что аж вроде как там базах все же я есть как бы моя фамилия мои права я получил местные права и если убера ты должен иметь годовые права то у лифта ты не должен иметь никаких получаешь права то и от того штата которую где ты хочешь работать и регистрируешься ты можешь даже принципе открыть свою корпорейши забить их social security код и работать это будет федерал так как бы полу или легально да 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 ну я может ошибаюсь по названию как правильно то есть принципы то есть люди могут разобраться этим и можешь как бы работать это вроде как и нелегально и вроде как бы что-то такое но налоги платишь то есть вот и пожалуйста можно трудиться зарабатывать деньги ладно хорошо да чё пошли дальше тогда вот друзья блогерская судьба чего не сделаешь для нашего зрителя нет это нельзя вот для вас блесенское пиво друзья и в исполнении блогеров передвижников передвигаются на разных транспортных средствах за вас мысленно с вами хорошо надеюсь вам так же хорошо как и нам жить жить можно требуете везде блесенское пиво долива пиво после культурника а как заведение бергер так и называется бергер вот друзья вот и момент такое расставание ну чё пивком значит зарядился бензинчик есть а где бензин у вас здесь это есть бак всего лишь четыре галлона сюда влазит да я проезжаю обычно на нем сто двадцать миль и на заправку то есть и так далеко не уедешь так сожалению каждые грубо два часа мне остановка приходится но есть где встать если где-то но часа в мексике на бахе придется брать какую-нибудь запасную канистру потому что там будет промежуток 400 километров без заправки то есть я изначально немножко смотрю конечно маршруты и смотрю если заправки но этот бак просто маленький так как здесь четырехсилендровый образный двигатель и там еще воздушный фильтр и поэтому он визуально кажется толстым на самом деле полноценные туристические мотоциклы они конечно имеют 25 литров 20 литров баки это а вот это вот украшение всякие то вы на него наклейки наклейки да ну я уже изначально выбрал мотоцикл у него уже был тюнинг я только добавил лобовое стекло поставил к эти кофры и то есть по мелочам а так вот у него верхняя штучка хромированная вот эти не хромированные да да это уже за тюнинг дополнительно то есть это как бы двигатель здесь больше но вы не будете его в беларусь там вообще есть такая теория но по крайней мере раньше пока курс у нас не изменился ребята ездили путешествовали по америке так привозили с одну приезжали покупали мотоцикл приезжали по америке потом отправляли у москву только с калифорнии до нью-йорка и потом продавали даже полной дороги окупали то есть вот даже так да потому что новые на час новые поставил новые колеса то есть резина новая так как у меня примерно пробег будет составить от 14 до 17 тысяч километров это литая резина да здесь без камерка ничего себе что и задняя что передняя то есть у меня все заменены расходники у меня плюс есть заполнительные дополнительные запчасти которые что могут выходить из строя я приблизительно знаю единственно у меня останется только через 7 может 10 тысяч это цепь под вопросами заднее колесо то есть все зависит какой будет грунт какое будет движение сколько я проеду километров буду ли куда сворачивать маршрута у меня есть от ассоциации iron bad это железная задница в переводе у нас то есть я ее выполнил еще в норматив этот в россии это 1000 миль за 24 часа у меня зарегистрирована у меня есть грамота я подтверждал то есть чеками фотографии не зарегистрирован 1770 километров на мотоцикле за 24 часа поэтому как я использую надувную подушку но сейчас сожалению не могу найти в америке так обычно тонкие эти надувные вот как матрасы есть такие же надувные подушки вот спускаешь если садишься за счет того что на ямках папа работает она постоянно движется и нету таких вот коликов уже здесь 200 км проезжаешь сидишь и надо пройти до останавливаешь гелевые они есть но к сожалению цена и плюс потом за ней надо смотреть вот я сейчас шлем оставил это не страшно потому что мы еще в америке но там дальше ничуть не придется все забирать с мотоцикла помимо того что еще мотоцикл как-то надо закрыть там уже могут унести все поэтому здесь пока могу расслабиться друзья вот еще один интересный плюс америки да мы никогда не думали об этом здесь не паре я когда-то в ссср дворники снимал обязательно магазин идешь дворники снимаешь здесь все здесь все просто вот у меня лежат наушники сейчас дворники снимают нет не сейчас уже нет такого но у нас пользуются в москве сейчас вот уже уменьшился но раньше снимали у нас номера а зачем а ты потом тебя звонят на телефон и говорят что номера там лежат в определенном месте если ты мне заплатишь 5000 россии особенно это снимали на белорусских машинах то есть ты живешь в москве но машина у тебя белорусская и тебя надо ехать домой менять опять не можешь делать копии марокко да и получается таким образом те дешевле заплатить им 100 долларов то есть именно перевозь на телефон они говорят вот в том кусте лежат твои номера представляете вот зарабатывают москва москвичи какие-то не добропрядачные ладно ну хорошо давайте мы тогда вас напутствуем вот езжайте там чтобы как-то безопасненько безопасным стараться ладно все тогда давайте спасибо большое вам речь и мне было очень приятно познакомиться ладно счастливо давайте мы снимем еще как вы уезжаете это такой интересный кадр будет да сейчас такое ощущение что взвитать будем прогреется прогревать побольше так как более высокие обороты моторы при газовании чтобы не произошли даже на жаре хотя бы на рабочую температуру надо выйти так перчатки свои какие да это я уже сам обрезал чтобы пользоваться телефоном удобнее было защиту по факту принимает но только вот эта часть вот это просто красиво а так ты в обычно падаешь ты открываешь ладони это неправильно должен падать в кулаках ну и обычно вот этой части прикасаешься потому что обычно падение идет скольжение то есть ты не перелетаешь мотоцикл а идет бедро плечо и уже скользишь и поехал да 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 ну это как бы правильное падение а если телефон или водой тут да здесь навигация у меня стоит а, а, это для навигации я понял да 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 я все делаю я все делаю навигация это большое дело Смотрим, друзья, как мотоциклисты уезжают Наушники одел Вот этот мне шлем подарили как раз-таки на мувинге Да, подарили шлем ему клиенты, для которых он на мувинге что-то там перевозил Да, 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 сказали надо, надо Хорошо, шлем издалека видно Вот, друзья, люди путешествуют Так Как-то тихо все стало Все, уехал навигация Говорит, куда двигаться дальше